Николай Алексеевич Некрасов. Кому на Руси жить хорошо? Кому на Руси жить хорошо? Итоговое произведение Некрасова. Народная эпопея, куда вошел весь многовековой опыт крестьянской жизни, все сведения о народе, собранные поэтам по словечку в течение 20 лет. Николай Алексеевич Некрасов. Кому на Руси жить хорошо? Часть первая. Пролог. В каком году рассчитывай, в какой земле угадывай. На столбовой дороженьке сошлись семь мужиков. Семь временно обязанных. Подтянутые губернии уезда Терпигорева, Пустопорожки, Волости и смешных деревень Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишина, Горелого, Неелого, Неурожайка, Тож. Сошлись и заспорили, Кому живется весело, Вольготно на Руси. Роман сказал помещику, Демьян сказал чиновнику, Лука сказал попу. Купчине толстопузому, Сказали братья Губины, Иван и Митродор. Старик пахом потужился И молвил в землю глядючи, Вельмождеву боярину, Министру государеву. А проп сказал царю, Мужик, что бык, Тебяшца в башку какая блажь, Коломнию оттуда во и выбьешь. Упираются, Всяк на своем стоит. Такой ли спор затеяли, Что думают прохожие знать, Склад нашли ребятушки И делят меж собой. По делу Всяк по-своему, До пол дня вышел из дому. Тот путь стержал до кузницы, Тот шел в село Иванькова Позвать отца Прокофия Ребенка окрестить. Пахом саты медовые Нес на базар Великая, А два братана Губины Так просто с недоуздочком Ловить коня упрямого В свое же стадо шли. Давно пора бы каждому Вернуть своей дорогою. Они редком идут, Идут, как будто гонятся За ними волки серые, Что дали, то скорей. Идут, перекоряются, Кричат, не образумятся, А времечко не ждет. За спором не заметили, Как село солнце красное, Как вечер наступил. Наверно, б ночку целую Так шли, куда не ведая, Когда им баба встречная Корявая дурантика И крикнула, Почтенные, Куда вы, Дадыч, Глядячи, Надумали идти? Спросила, засмеялась, Хлестнула ведьма, Мерина, и укатила вскачь. Куда? Переглянулись, Тут наши мужики. Стоят, смолчат, Потупились. Уже ночь давно сошла, Зажглись звезды, Частые в высоких небесах. Всплыл месяц, Тени черные дорогу Перерезали речивым ходокам. Ой, тени, тени черные, Кого вы не нагоните, Кого не перегоните, Постолько тени черные Нельзя поймать, обнять. Налез на пусть дороженьку, Глядел, молчал пахом, Глядел, умом раскидывал И молвил, наконец. Ну, Олеший жетку славную, Да дамы подшутил, И как ведь мы без малого Верс-тридцать отошли. Домой теперь ворочаться, Устали, не дойдем, Пориседем, делать нечего, До солнца отдохнем. Свалив беду на Лешего, Под лесом при дороженьке Уселись мужики, Зажгали костер, Сложились, за водкой двое сбегали, А оброчи и погудого Стаканчик изготовили, Бересты понадрав. Приспела скоро водочка, Приспела и закусочка, Пируют мужички. Косушки по три выпили, Поели и заспорили, Опять, кому жить весело, Вольгодно на Руси. Роман кричит помещику, Землян кричит чановнику, Лука кричит попу, Купчине толстопузову, Кричат братаны губины, Иван и Митродор, Пахом кричит светлейщему, Вельможному боярину, Министру государеву, А бров кричит царю. Собрало пуще прежнего Задорных мужиков, Ругательски ругаются, Не мудрено, что вцепятся Друг другу волоса. Гляди, а уж и вцепились, Роман тузит по хомушку, Демьян тузит луку, А два братана губины Удюжат проводеживо, И всяк свое кричит. Проснулась эхо гулкая, Пошло гулять погуливать, Пошло кричать покриковать, Как будто подзадоривать Упрямых мужиков. Царю направо слышится, Налево отзывается, Попу, 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 Весь лес переполошился, С летающими птицами, Сверями, быстроногими И гадыми ползущими, И стоны, рев, и гул. Всех прежде, Зайка серенький, Из кустика соседнего Вдруг выскочил, Как встрепанный, И наутек пошел, За ним галчат-то малые, Вверху березы подняли, Противный резкий писк. За ним галчат-то малые, Вверху березы подняли, Противный резкий писк. А тут еще у пеночки, С испугу птечек Крохотный, Из грездышка упал, Щебечет, плачет педочка, Где птечек не дойдет. Потом кукушка старая Проснулась и надумала Кому-то куковать, Раз десять принималась, Да всякое разбивалась, И начинала вновь. Кукуй, кукуй, кукушечка, Заколосится хлеб, Подавишься ты колосом, Не будешь куковать. Слетелися семь филидов, Любуются побоищем, Себи больших дерев Хохочут полуношники, А их глазища желтые Горят, как воску ярого Четырнадцать свечей. И ворон, птица умная, Приспел сидит на дереве У самого костра, Сидит и черту молится, Чтоб до смерти ухлопали Которого-нибудь. Корова с колокольчиком, Что с вечера отбилась, От стада чуть послышала Людские голоса. Прошла к костру, Уставила глаза на мужиков, Шальных речей послушала, И начала сердечно Мучать, мучать, мучать. Мучит коровы глупые, Пищат голчат-то малые, Кричат ребята буйные, А эхо вторит всем. Ему одна заботушка, Честных людей подразнивать, Пугать ребят и баб, Никто его не видывал, А слышать всякий слыхивал, Без тела, А живет оно без языка, Кричит. Сова замоскворецкая, Княгиня тут же мычится, Летает над крестьянами, Шарахаясь то о землю, То о кусты крылом. Сама лисица хитрая, По любопытству бабьему, Подкралась к мужикам, Послушала, послушала, И прочь пошла, Подумавши, И черт их не поймет. И вправду, Сами спорщики едва ли знали, Помнили, О чем они шумят. Эх, намяв бока порядок, Что друг к другу, Образумились крестьяне, Наконец, Из лужицы напились, Умылись, Освежились, Сон начал их кренить. Тем часом птенчик крохты, По балу, По полсаженке, Низком перелетающий, К костру подобрался, Поймал его по хомушка, Поднес к огню, Разглядывал и молвил, Пташка малая, А ноготок хвостер, Дыхну, С ладони скатится, Чихну, В огонь укатится, Щелкну, Мертва покатишься, А все ж ты, Пташка малая, Сильнее мужика. А креп тут скоро крылышки, Тю-тю, Куда не вздумаешь, Туда и полетишь. Ой, ты печога малая, Отдай свои нам крылышки, Все царство облетим, Посмотрим, Поразменим, Поспросим И дознаемся, Кому живется счастливо Вольготно на Руси. Не надо бы, крылышек, Кабы нам только хлебушка По полподу в день, И так бы мы, Русь-матушку, Ногами перемелили, Сказал угрюмый проф, Да по ветру бы водочки, Прибавили охочие доводки Братья Губины, Иван и Метродор. Да утром бы огурчиков, Соленых, По десяточку, Шутили мужики, А в полдень бы по жманчику, Холодого кваску, А вечером по чайнику, Горячего чайку. Пока они гуторили, Велась, Кружилась пеночка над ними, Все прослушала И села у костра, Чивикнула, Подпрыгнула, И человечем голосом По хобу говорит, Пусти на волю птенчика, За птенчика забалывай, Я выкуп дам большой. А что ты дашь? Дам хлебушка, По полподу в день, Дам водочки, По ведерочку, По утру дам огурчиков, А в пуды квасу кислого, А вечером чайку. А где печука малая? Спросили братья Губины, Найдешь вина и хлебушка, Ты наси мужиков. Найти найдете сами вы, А я печуга малая, Скажу вам, Как найти. Скажи. Идите по лесу, Против столба тридцатого, Примехонька версту, Придете на поляночку, Стоят на той поляночке Две старые сосны, Под этими подсоснами Закопана коробочка, Добудьте вы ее, Коробка-то волшебная, В ней скатерть самобранная, Когда не пожелаете, Накормит, Да поит. Тихонько только молвите, Эй, скатерть самобранная, По потче мужиков, По вашему хотению, По моему велению, Все явится тот час, Теперь пустите птенчика. Постой, Мой люди бедные, Идем в дорогу дальнюю, Ответил ей поком, Я вижу птица мудрая, Ваш, Одежу старую, На нас заворажи, Чтоб армяки бужицкие, Носились, Не сносились, Потребовал Роман, Чтоб липовые лопатки, Служили, Не разбились, Потребовал Демьян, Чтоб вошь, Плоха паскудная, В рубахах не владелась, Потребовал Лука, Не брели бы, Анученьки, Потребовали Губины, А птичка им в ответ, Все скатерть самобранная, Чинить, стирать, Просушивать вам будет, Ну, пусти. Раскрыв ладонь широкою, Похол птенца пустил, Пустил, И птенчик крохотный, По балу, По полсажутке, Диско перелетаючи, Направился к дуплу, За ним взвеласься педочка, И на лету прибавила, Смотрите, Чур одно, Съясного сколько вынесет, Утрома то и спрашивай, А водки можно требовать, В день ровно по ведру, Кли вы больше спросите, А раз и два, Исполнится по вашему желанию, А в третьей быть в беде, И улетела педочка, Своим родимым птенчиком, А мужики, Гуськом к дороге потянулися, Искать столба тридцатого, Нашли, Молчком идут, Примехонько, Вернехонько, По лесу, По дремучему, Считают каждый шаг, И как версту отбилили, Увидели полядочку, Стоят на той полядочке, Две старые сосны, Крестьяне покопались, Достали ту коробочку, Открыли, И нашли ту скатерть самобранную, Нашли, И разом скрикнули, Эй, Скатерть самобранная, Поподчи, Мужиков, Глядь, Скатерть развернулась, Откуда вы они взялись, Две дюжие руки, Ведровина поставили, Горой наклали хлебушка, И спрятались опять, А что же нет огурчиков, Что нет чайку горячего, Что нет кваску холодного, Все появилось вдруг, Крестьяне распоясались, У скатерти уселися, Пошел тут пир горой, На радости целуются, Друг дружке обещаются, Вперед не драться зря, А с толком дело спорное, По-разному, По-божески, На чести повести, В домишке не ворочаться, Не видеться ни с женами, Ни с малыми ребятами, Ни с стариками старыми, Покуда делу спорному, Решения не найдут, Покуда не доведают, Как ни наесть доподлинно, Кому живется счастливо, Вольготно на Руси, За рог такой поставивший Под утро, как убитые, Заснули мужики. Глава первая. Поп. Широкая дороженька, Березками обставлена, Далекой протянулась Песчана и глуха, По сторонам дороженьки Идут холмы пологие, С полянами, сенокосами, А чаще с неудобною Заброшенной землей. Стоят деревни старые, Стоят деревни новые, У речек, у прудов, Леса, луга поемные, Ручьи и реки русские Весною хороши. Но вы, поля весенние, На ваши всходы бедные Не весело глядеть. Недаром зиму долгою Толкуют наши странники. Снег каждый день валил, Пришла весна, Сказался снег, Он смирен до поры, Лежит, молчит, Лежит, молчит, Когда умрет, Тогда ревет, Вода куда ни глянь, Поля совсем затоплены, Навоз возить с дороги нет, А время уж не раннее, Подходит месяц май. Не любы и на старые, Больней того на новые деревни Им глядеть. О, избы, Избы новые, Нарядные вы, Достроит вас не лишняя копеечка, Огромная беда. С утра встречались с странникам, Все больше люди малые, Свой брат крестьянин лапотник, Мастеровые, Нищие солдаты, Ямщики, У нищих, У солдатиков, Не спрашивали странники, Как им, Легко ли, Трудо ли, Живется на Руси. Солдаты жилом бреются, Солдаты дымом греются, Какое счастье тут! Уж день клонился к вечеру, Идут путем дорогою, Навстречу едет поп. Крестьяне сняли шапочки, Низенько поклонились, Повыстроились в ряд, И мерину саврасому Загородили путь. Священник поднял голову, Глядел, Глазами спрашивал, Чего они хотят? — Небось, Мы не грабители, Сказал папу Лука. Лука, Мужик присадистый, Широкой бородищей, Упрям, Речистый глуп. Лука похож на мельницу, Одним не птица-мельница, Что как не машет крыльями, Небось, Не полетит. Мы, Мужики степенные, Из временно обязанных, Подтянутой губернии, Уезда Терпигорева, По сопорожьей волости, Окольных деревень, Заплатова, Дырявина, Разотова, Знабишена, Горелого, Неелого, Неурожай, Кто ж? Идем по делу важному, У нас забота есть, Такая ли заботушка, Что из домов повыжила с работой, Раздружила нас, Отбила от еды. Ты дай нам слово верное, На нашу речь мужицкую, Без смеху и без хитрости, По совести, По разуму, По правде отвечать, Не тот своей заботушкой, К другому мы пойдем. Даю вам слово верное, Коли вы дело спросите, Без смеху и без хитрости, По правде и по разуму, Как должны отмечать. Аминь. Спасибо. А слушай, Идя путем дорогою, Сошлись бы невзначай, Сошлись и заспорили, Кому живется весело, Вольгодно на Руси. Роман сказал поместчику, Темьян сказал чиновнику, А я сказал попу. Купчине, Толстопузову сказали братья Губины, Иван и Митродор. Пахом сказал светлейшему, Вельможному боярину, Министру государю, А Абров сказал царю, Мужик, Что бык, Втебяшится, В башку какая блажь, Колом ее оттудова, Не выбьешь, Как не спорили, Не согласились мы, Позворившие, Повздорили, Повздорившие, Подралисься, Подравшись, А думали, Не расходиться врозь, Домишки не ворочатся, Не видятся, Ни с женами, Ни с малыми ребятами, Ни с состариками, Старыми, Покуда спору нашему Режения не найдем, Покуда не доведаем, Как не наесть доподлинно, Кому жить любо-везело Вольготно Руси? Скажешь ты на побожески, Сладка ли жизнь поповская? Ты как, Вольгота счастлива, Живешь, Честной отец? Подупился, Задумался, В тележке сидя поп И молвил, Православная, Рафтать на Бога грех Несу мой крест терпением, Живу на, А как? Послушайте, Скажу вам правду и истину, А вы крестьянским разумом Смыкайте, Начинай, В чем счастье, По-вашему? Покой, Богатство, Честь, Не так ли, Други милые? Они сказали, Так, Теперь посмотрим, Братья, Какого в попу покой? Начать признаться, Надо бы почти с рождения самого, Как достается грамота Поповскому сынку, Какой ценой поповичам Священство покупается, Да лучше помолчим, Молчат, 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 Дороги наши трудные, Приход у нас большой, Болящий, Умирающий, Рождающийся в мир, Не избирают времени, В жнитво и в сенокоз, В глухую ночь осеннюю, Зимой морозы лютые, И в половодье вешние, Иди, Куда зовут, Идешь безоговорочно, И пусть бы только косточки Ломались одни, Нет, Всякий раз намается, Переболеть душа, Не верьте, Православные, Привычки есть предел, Нет в сердце выносящего, Без некоего трепета, Предсмертное хрипение, Надгробное рыдание, Сиротскую печаль, Аминь, Теперь подумайте, Каков попу покой, Крестьяне мало думали, Дав отдохнуть священнику, Они с поклоном молвили, Что скажешь нам еще, Теперь посмотрим, братья, Каков попу почет, Задача щекотливая, Не прогневить бы вас, Скажите, православные, Кого вы называете Породой жеребячью, Чур, Отвечать на спрос, Крестьяне позамялись, Молчат, И поп молчит, А с кем встречи вы боитесь, Идя путем дорогою, Чур, Отвечать на спрос, Кряхтят, Переминаются, Молчат, О ком слагаете В сказке балагорное, И песни непристойные, И всякую хулу, Мать с поподью степедною, Попову дочь безвинную, Семинариста всякого, Как чествуете вы, Кому вдогон, Как мерину, Кричите, Го-го-го! Потупились ребятушки, Молчат, И поп молчит, Крестьяне думу думали, А поп широкой шаляпою В лицо себе помакивал, Да на небо глядел, Весной, Что внуки малые, С румяным солнцем дедушкой Играют облакам, Вот правая сторонушка, Одной сплошной тучью Покрылась, Затуманилась, Семнела и заплакала, Рядами нити серые Повисли до земли, А ближе над крестьянами Из небольших, Разорванных, Веселых облачков Смеется солнце красное, Как девка из стопов, Но туча передвинулась, Поп шаляпой накрывается, Быть сильному дождю, А правая сторонушка Уже светла и радостна, Там дождь перестает, Не дождь, Там чудо божие, Там золотыми нитками Развешаны мотки, Не сами по родителям Мы так-то, Братья Губины сказали, Наконец, И прочие поддакнули, Не сами по родителям, А поп сказал, Аминь, Простите, православные, Не в осуждении ближнего, А по желанию вашему Я правду вам сказал, Таков почет священнику В христианстве, А помещики, А помещики, Мимо их помещиков, Известны нам они, Теперь посмотрим, Братья, Откуда богачество Поповское идет, Во время недалекая Империя Российская Дворянскими усадьбами Была полным-полна, И жили там помещики, Владельцы именитые, Каких теперь уж нет, Плудились и множились, И нам давали жить, Что свадьба там игралась, Что дедок наружалась, На даровых хлебах, Хоть часто круто нравные, Однако доброходные, То были господа, Прихода не чуждались, У нас они венчались, У нас крестили дедушек, К нам приходили каяться, Мы отпевали их, А если и случилось, Что жил помещик в городе, Так умирать, наверное, В деревню приезжал, Коли умрет нечаянно, И тут накажет накрепко, В приходе схоронить, Глядишь по храму сельскому, На колеснице траурной, Шесть лошадей наследники Покойника везут, По пупу поправка добрая, Мирянам праздник праздником, А ныне уж не то, Как племя иудейское Рассеялись помещики По дальней чужеземщине И по Руси родной, Теперь уж не до гордости Лежать в родном владении, Редком с отцами, с дедами, Да и владения многие Барышникам пошли, Ой, халедые косточки, Российские, дворянские, Где вы не позакопаны, В какой земле вас нет? Потом статья, Раскольники не грешен, Не живился я с раскольников ничем, По счастью, нужды не было, В моем приходе числятся Живущих в православии Две трети прихожан, А есть такие волости, Где сполож почти раскольники, Так тут как быть, попу? Все в мире переменчиво, Придет и самый мир, Законы прежде строгие, К раскольникам смягчились, А с ними и поповскому доходу Мат пришел, Перевелись в помещики, Усадьбах не живут они, И умирать до старости Уже не едут к нам, Богатые помещицы, Старушки и богомольные, Которые повымерли, Которые пристроились Вблизи монастырей, Никто теперь подрясника Попу не подарит, Никто не вышлет воздухов, Живи с одних крестьян, Сбирай верские гривенки, Да пироги по праздникам, Да яйца святой, Крестьянин сам нуждается, И рад бы дать, Да нечего, А то еще не всякому, И мил крестьянский грош, Угоды наши скудные, Писки, болота, мхи, Скотинка ходит в проголодь, Родится хлеб, Сам друг, А если и раздобрится, Сыра земля корбилица, Так новая беда, Деваться с хлебом некуда, Припрет нужда, Продашь его за сущую безделицу, А там не урожай, Тогда, платив три дорого, Скотинку продавай, Молитесь, православные, Грозит беда великая, И в нынешнем году зима стояла, Лютая весна стоит дождливая, Давно бы сеять надо, А на полях вода, Умилосердить господи, Пошли крутую радугу На наши небеса, Сняв шляпу, Пастырь крестится, И слушатели тоже, Деревни наши бедные, А в них христиане хворые, Да женщины печальницы, Кормилицы, поилицы, Рабыни, богомолицы, И труженицы вечные, Господь прибавь им сил, С таких трудов копейками Живется тяжело, Случается к недюжему, Придешь, не умирающий, Страшна семья крестьянская, В тот час, как ей приходится Кормильца потерять, Напутствуешь усопшего, И поддержать в оставшихся По мере сил стараешься, Дух бодр, А тут к тебе старуха, Мать спокойника, Глядь, тянется сквозь лявую, Мозолистой рукой, Душа переворотится, Как звякнут в этой рученьке Двамедных пятака, Конечно, дело чистое, Затребу воздаяния, Не брать так нечем жить, До слова утешения Замрет на языке, И словно как обижено Выйдешь домой, аминь. Покончил речь, И меренно хлестнул легонько поп, Крестьяне раступились, Низенько поклонились, Конь медленно побрел, А шестеро товарищей Как будто сговорились, Накинулись с упреками, С отборной крупной руганью На бедного луку. Что, взял? Башка упрямая, Дубина деревенская, Туда же лезет спор, Дворяне колокольные, Попы живут по-княжески, Идут под небо Самая попова тюрьма, Гудит попова вотчина, Колокола горластые На целый божий мир, Три года я, ребятушки, Жил у попа в работниках, Малина не житье, Попова каша с маслицем, Попов пирог с начинкою, Попов и щи с нитком, Жена попова толстая, Попова дочка белая, Попова лошадь жирная, Пчела попова сытая, Как колокол гудет. Ну, вот тебе хваленое Поповское житье, Чего орал, Куражился, На драку лес, Анафема, Не тем ли думал взять, Что борода лопатою, Так с бородой козел Гулял по свету ранее, Чем праотец Адам, А дураком считается, И по сейчас козел. Лука стоял, Помалчивал, Боялся, Не наклали бы товарищей в бока, Оно быть так и сталося, Да, к счастью, Крестьянина, Дорога позагнулась, Лицо Попова строгое, Явилось на бугре. Глава вторая, Сельская ярмарка. Недаром наши странники Поругивали мокрую, Холодную весну. Весна нужна крестьянину, И ранняя, И дружная, А тут, Хоть волком вой, Не греет землю солнышко, И облака дождливые, Как дойные коровушки, Идут по небесам. Согнало снег, А зелени, Ни травки, Ни листа, Вода не убирается, Земля не одевается Зеленым ярким бархатом, И, как мертвец без савны, Лежит под небом пасмурным, Печально и нога. Жаль бедного крестьянина, А пуще жаль скотинушку, Скормив запасы скудный, Хозяин ховоростиную Погнал ее в луга. А что там взять, Чернехонька? Лишь на Николу Вешнего погода поуставилась, Зеленой свежей травушкой Полакомился скот. День жаркий, Под березками крестьяне Пробираются, Гутарит между собой. Идем одной деревнею, Идем другой, Пустехонька, А день сегодня праздничный, Куда пропал народ? Идут селом, На улице одни ребята малые, В домах старухи старые, А то и вовсе заперты, Калитки на замок. Замок собачка верная, Не лает, не кусается, И не пущает в дом. Прошли село, Увидели в зеленой раме зеркало, С краями полный пруд, Над прудом реют ласточки, Какие-то комарики, Проворные и точкие, В припрыжку, Словно посоху гуляют по воде, По берегам в ракитике, Крастили скрипят, На длинном шатком плотике, С вальком поповно толстая, Стоит, как сток подщипанный, Подтыкавший подол. На этом же на плотике Спит уточка с утятами. Чего, лошадиный храп! Крестьяне разом глянули, И над водой увидели Две головы, Мужицкую, курчавую, Смуглую, с серьгой, Мигало солнышко на белой той серьге, Другую, лошадиную, С веревкой сажен в пять. Мужик берет веревку в рот, Мужик плывет, и конь плывет, Мужик заржал, и конь заржал. Хи-хи-хи-хи! Плывут, орут под бабою, Под малыми утятами Плод ходит ходенем. Догнал коня, За хоку-хвать скачил, И на луг выехал детина. Тело белое, А шея, как смола. Вода ручьями катится С коня и седока. А что у вас в селении? Ни старого, ни малого, Как вывер весь народ? Ушли в село Кузбинское, Сегодня там и ярмарка, И праздник хромовой. А далеко Кузбинское? Да будет верст и три. Пойдем в село Кузбинское, Посмотрим праздник ярмарку. Решили мужики. А про себя подумали, Не там ли он скрывается, Кто счастливо живет. Кузбинское богатое, А пуще того грязное, Торговое село. По Казагору тянется, Потом в овраг спускается, А там опять на горочку, Как грязи тут не быть. Двицейкви в нем старинный, Одна старообрядская, Другая православная, Дом с надписью, Училище пустой, Забитый наглухо, Изба в одно окошечко, С изображением фельдшера, Пускающего кровь. Есть грязная гостиница, Украшенная вывеской, С большим носатым чайником, Поднос в руках подносчика, И маленькими чашками, Как гусени гусятами, То чайник окружен. Есть лавки постоянные, В подобии уездного, Гостинного двора. Пришли на площадь странники, Товару много всякого, И видимо-невидимо народу. Не потехали? Кажись, нет ходу крестного, А словно пред иконами, Без шапок мужики. Такая уж сторонушка, Гляди, куда деваются Крестьянские шлыки, Помимо складу винного, Харчевни, ресторации, Десятка штофных лавочек, Трех постоялых двориков, До Ренского погреба, До пары кабаков, Одиннадцать кабачиков Для праздника поставили Палаткой на селе, Валикажным пять подносчиков, Подносчики-молочки, Наметанные, дошлые, А все им не поспеть, Со сдачей не управиться. Гляди, что протянулося, Крестьянских рук со шляпами, С платками, с рукавицами. Ой, жажда православная, Куда ты велика? Лишь окатить бодушеньку, А там добудут шапочки, Как отойдет базар. По пьяным, по головушкам Играет солнце вешкие, Хмельно, горласно, празднично, Пестро красно кругом. Штаны на парнях полисовые, Жилетки полосатые, Рубахи всех цветов. На бабах платье красное, У девок косы с лентами, Лебедками плывут. А есть еще затейницы, Одеты по столичному, И ширится, и дуется Подол на обручах. Заступишь, расфуфырятся. Вольно же новомодницы, Вам снасть и рыболовные Под юбками носить. На баб наряды глядючи, Стареобрядка золющие товарки говорить. Быть голоду, дивись, Как всходы вымокли, Что половодье вешнее Стоит до Петрова. С тех пор, как бабы начали Рядиться в ситцы красные, Леса не подымаются, А хлеба хоть не сей. Да чем же ситцы красные Тут провинились, матушки? Ома не приложу. А ситцы те хранцузские, Собачьей кровью крашены. Ну, поняла теперь? По конной потолкались, По взгорью, где навалены Косули, грабли, бороны, Багры, станки тележные, Ободье топоры. Там шла торговля бойкая, С башбою, с прибаутками, Здоровым громким хохотом. А как не хохотать? Мужик какой-то крохотный Ходил, ободье пробовал, Погнул один, не нравится, Погнул другой, потужился, А обод как распрямится, Шел к полбу мужика. Мужик ревет над ободом, Вязовую дубиную ругает драчуна, Другой приехал с разного, Поделкой деревянную, И вывалил весь воз. Пьяненек! Ось сломалась, А стал ее уделывать, Топор сломал. Раздумался мужик над топором, Бронит его, корит его, Как будто дело делает. Подлец ты не топор, Пустую саложбу полевую И то не заслужил, Всю жизнь свою ты кланялся, А ласков не бывал. Пошли по лавкам странники, Любуются платочками, Ивановскими сицами, Шлеями, новой обувью, Изделием кемряков, У той сапожной лавочки, Опять смеются странники, Там башмачки козловые Дед внучки торговал, Пять раз про цену спрашивал, Вертел в руках, оглядывал, Товар первейший сорт. Но, дядя, два двугривенных плати, Не то проваливай, Сказал ему купец. А ты постой. Любуется старик, Ботинкой крохотной, Такую держит речь. Мне, зять, плевать, И дочь смолчит. Жена плевать, пускай ворчит. А внучку жаль, Повесилась на шею, ягаза. Купи гостичек, дедушка, Купи. Головкой шелковой лицо, Щекочет ластится, Целует старика. Постой, ползу не босая, Постой, юла, Козловую ботиночку куплю. Расхвастался вавилушка, И старому, и малому Подарков досулил. А пропился от огрошика, Как я глаза бесстыжие, Домашним покажу. Мне, зять, плевать, И дочь смолчит. Жена плевать, Пускай ворчит. А внучку жаль. Пошел опять про внучку, Убивается. Народ собрался слушать, Не смеючись, Жалеючи. Случись, Работай хлебушком, Ему бы помогли. А вынуть два-дву гривенах, Так сам ни с чем останешься. Да был тут человек, Павлуша Веретенников, Какого рода звания, Не знали мужики. Однако звали барином. Гораздо он был балястничать, Носил рубаху красную, Поддевочку суконную, Смазные сапоги, Пел складно песни русские, И слушать их любил. Его видали многие, На постоялых двориках, В харчевних кабаках. Так он Вавилу выручил, Купил ему ботиночки, Вавилы их схватил, И был таков. На радости спасибо даже барину, Забыл сказать старик. Зато крестьяне брочи И так были разутешены, Так рады, Словно каждого он подарил рублем. Была тут так же лавочка, С картинами и книгами, А веяне запасались Со своим товаром в ней. А генералов надо, Спросил их купчик выжига. А генералов дай, Да только ты по совести, Чтоб были настоящие, Подолще, погрозней. Чудные, как вы смотрите, Сказал купец усмешкою. Тут дело не в комплекции, А в чем же? Шутишь, друг, Дрянь что ли сбыть желательно, А мы куда с ней денемся? Шалеешь, Перед крестьянином Все генералы равные, Как шишки на ели, Чтобы продать плюгава, Попасть на доку надобно, От толстого до грозного, Я всякого в сучу. Давай больших, Осанистых, Грудь с гору, Глаз на выкате, Да чтобы больше звезд. А остатских не желаете? Ну вот еще с остатскими, Однако взяли, Дешево. Какого-то сановника За брюхо, С бочку винную, И за семнадцать звезд. Купец со всем почтением, Что Люба, Тем и подчует, Кислубянки, Первый вор, Спустил по сотне Блюхера, Архимандрида, Фотия, Разбойника Сипко, Сбыл книги, Шут Балагерев И Аглицкий милорд, Легли в коробку книжечки, Пошли гулять портретики, По царству всероссийскому, Покамест не пристроятся, В крестьянской летней горинке, На невысокой стеночке, Черт знает для чего. Эх, эх, придет ли времечко, Когда, приди желанная, Дадут понять крестьянину, Что рось портрет портретику, Что книга книги рось, Когда мужик не блюхера И не милорда глупого, Белинского и Гоголя, С базара понесет. Ой, люди, люди русские, Крестьяне православные, Слыхали ли когда-нибудь вы эти имена? То имена великое, Носили их, прославили, Заступники народные, Вот вам бы их портретики Повесить в ваших горинках, Их книги прочитать. И рад бы в рай, Да дверь-то где? Такая речь врывается В ловчонку неожиданно. Тебе какую дверь? Да в балаган. Че, музыка? Пойдем я укажу. Про балаган прослышавшие Пошли и наши странники Послушать, поглазеть Комедию с Петрушкою, С Козою, С Барабанщицей И не с простой шарманкою, А с настоящей музыкой Смотрели тут они. Комедия не мудрая, Однако и не глупая, А жалому, Квартирному, Не в бровь, А прямо в глаз. Шалаш полным-полнеханик, Народ орешки щелкает, А то два-три крестьянина Словечком перекинутся. Гляди, явилась водочка, Посмотрят, да попьют, Хохочут, Удешаются, И часто В речь Петрушкина Вставляют слово Меткое, Какого не придумаешь, Хоть проглоти перо. Такие есть любители, Как кончат с комедия, За ширмочки пойдут, Целуются, Братаются, Гутарят с музыкантами, Откуда молодцы? А были мы господские, Играли на помещика, Теперь мы люди вольные, Кто поднесет, Попочит, Тот нам и господин. И дело, Други милые, Довольно барвы Тешили, Потешьте мужиков, Эй, малый, Сладкой водочки, Наливки, Чаю, Полпива, Цевлянского, Живей! И море разливанное Пойдет, Щедрея барского Ребяток угостит, Не ветры веют буйные, Не мать земля колышется, Шумит, Поет, Ругается, Качается, Валяется, Дерется и целуется У праздника народ. Крестьянам показалось, Как вышли из пригорочек, Что все село шатается, Что даже церковь старую С высокой колокольнью Шатнула раз-другой, Тот трезвому, Что голому, Неловко, Наши странники Прошлись еще по площади И к вечеру покинули Бурливое село. Глава третья. Пьяная ночь. Ни ригой, Ни амбарами, Ни кабаком, Ни мельницей, Как часа на Руси, Село кончалось Низеньким, Бревенчатым строением, Железными решетками, В окошках небольших. Затем этапным зданием Широкая дороженька, Березками обставлена, Открылась тут, Как тут. По будням Малолюдная, Печальная и тихая, Не та она теперь. По всей потой дороженьке И по окольным тропочкам, Докуда глаз хватал, Ползли, Лежали, Ехали, Барахтались Пьяные И стоном Стон стоял. Скрипят телеги Грузные И как телячьи головы Качаются, Мотаются По бедной головушке Уснувших мужиков. Народ идет И падает, Как будто из-за валиков Кортечью неприятели Палят по мужикам. Ночь тихая Спускается, Уж вышла в небо Темная луна, Уж пишет грамоту Господь червоном золотом, По-синему, По-бархату, Ту грамоту, Мудреную, Которой Ни разумникам, Ни глупым, Ни прочесть. Дорога Стоголосая Гудит, Что море Синее Столкает, Подымается Народная Молва. А мы Полтиник Писарю Прошение Изготовили К начальнику Губернии. Эй, С возу Кулю Пал. Куда Же Ты, Аленушка, Постой, Еще Там Бряничка, Ты, Как Блоха Проворная, Наелась И Упрыгнула, Погладить Не Долазь. Да, Брат И царская Грамота, Да не Про Нас Ты Писана, Посторонись Народ, Акцизные Чиновники С Бубенчиками, С Баляхами С Базара Пронеслись. А я К тому Тепереча И Ведик Дрянь Иван Ильич, А погуляет По полу, Куда Как Напылит. Избави Бог, Парашенька, Ты В Питер Не Ходи, Такие Есть Чиновники, Ты День У Них Кухаркою, А Ночь У Них С С С С С Куда Ты Скачешь, Савушка, Кричит Священник С С С Верхом С Казенной Аказия Там Впереди Христианина Убили Эх, Грехи Куда Ты Стала Дарьюшка Не Веретенце Друг Вот То, Чем Больше Вертится Пузатей Становится А Я Как День День Ской Эй Парень Глупенький Оборванный Паршивенький Эй Полюби Меня Меня Простоволосую Хмельную Бабу Старую Запачканную Крестьяне Наши Тресвые Поглядывая Слушая Идут Своим Путем Средь Самой Средь Дороженький Какой-то Парень Тихонький Большую Яму Выкопал Что Делаешь Ты Тут А хороню Я матушку Дурак Какая матушка Гляди Подневку Новую Ты В землю Закопал Иди Скорей Да Хрюколом В канаву Ляг Воды Испей А Вось Соскочит Дурь А ну Давай Потянемся Садятся Два Крестьянина Ногами Упираются И Шелятся И Тужатся Кряхтят На скалке Тянутся Суставчики Тричат На скалке Не понравилось Давай Теперь Попробуем Тянуться Бородой Когда порядком Бороды Друг дружки Поубавили Вцепились За скулы Пахтят Краснеют Корчатся Мычат Зять Все Нож Бородой Что Путейного дозваться мужиков. У столбика дорожного знакомый голос слышится. Подходят наши странники и видят. Веретенников, что бы смачки козловые в Авиле подарил. Беседу с крестьянами. Крестьяне открываются, миляги по душе. Похвалит Павел песенку, пять раз поют, записывай. Понравится пословица, пословицу пиши. Позаписав достаточно, сказал им веретенников. Умны крестьяне русские. Одно нехорошо, что поют до одурения. Воровы в канавы валятся. Обидно поглядеть. Крестьяне речь ту слушали, подакивали барину. Павлуша что-то в книжечку хотел уже писать. Да выискался пьяник и мужик. Он против барина на животе лежал. В глаза ему поглядывал, помалчивал. Да вдруг, как вскочит прямо к барину. Хвать карандаш из рук. Постой, башка порожняя. Шальных вестей бессовестных про нас не разноси. Чему ты позавидовал? Что веселится, бедная крестьянская душа? Пьем много мы по времени, а больше мы работаем. Нас пьяных много видится, а больше трезвых нас. По деревням дыхаживал, возьмем ведерко с водкою, Пойдем-ка по избам. В одной, в другой навалятся, а в третьей не притронутся. У нас на семью пьющую и пьющая семья не пьют, А также маются. Уже лучше пили, голубая, да совесть такова. Ах, чудно смотреть, как валится в такую избу трезвую Мушицкая беда. И не глядел бы, видывал страну деревни русские. В Питином, что ли, народ? У нас поля обширные и не гораздо щедрые. Скажи-ка, чьей рукой с весны они одедутся, А осенью раздедутся. Встречал ты мужика после работы вечером? На божьи горы добрую поставил, съел с горошину. Эй, богатырь, соломинкой с шебу посторонись. Сладкая еда крестьянская, весь век пила железная, Жует, а есть не ест. Да брюхо-то не зеркало, мы на еду не плачемся. Работаешь один, а чуть работа кончена. Гляди, стоят три дольщика. Бог, царь и господин. А есть еще губитель тать, четвертый злей татарина. Так тот и не поделится, все слопает один. У нас пристал третьеводний, такой же барин плохонькой, Как ты из-под Москвы. Записывает песенку, скажи ему пословицу, загадку загони. А был другой, добытывал, насколько в день срабатываешь, Помалу ли, помногу ли, кусков впихаешь в рот. Иной угодней мере, диной вселение жителей по пальцам перечтет. А вот не сосчитали же, поскольку в лето каждое пожар пускает на ветер крестьянского труда. Нет меры хмелю русскому, а горе наше мерили. Работе мера есть, вина валит крестьянина. А горе не валит его, работа не валит. Мужик беды не меряет, со всякую справляется, какая не приди. Мужик, трудясь, не думает, что силы надорвет. Так неужели, над чаркою, задуматься, что с лишнего в канаву угодишь? А что, глядеть зазорно вам, как пьяные валяются, Так погляди и поди, как из болота волоком крестьяне сено мокрое, Скосивший волокот. Где не пробраться лошади, где и без ножи пешему опасно перейти, Там рать орда крестьянская, по кочам, по зажоринам, Ползком ползет с плетюхами, трещит крестьянский пуп. Под солнышком, без шапочек, в поту, в грязи, по макушку, Осокою и зарезанной, болотным гадом мошкою, изъеденной в кровь. Небось, мы тут красивее? Жалеть, жалей умеючи, на мерочку господскую крестьянина не мерь, Не белоручки нежные, а люди мы великие в работе и в гульбе. У каждого крестьянина душа, что туча черная, гневна, грозна и надоба, Громам греметь оттудова, кровавым лиц дождям, а все вином кончается. Пошла по жилам чарочка, и рассмеялась добрая крестьянская душа. Не горевать тут надобно, гляди кругом, возрадуйся. Ай, парни, ай, молодушки, умеют погулять. Повымахали косточки, повымытали душеньку, А удаль молодецкую прослучай сберегли. Мужик стоял на валике, притоптывал лаптишками И, помолчав минуточку, прибавил громким голосом, Любуюсь на веселую, ревущую толпу. Эй, царство ты мужицкое, бесшапочное, пьяное, Шуми, вольней, шуми. Как звать тебя, старинушка? А что, запишешь книжечку? Пожалуй, нужды нет. Лежи. В деревне Басове Яким ногой живет, Он до смерти работает и до полусмерти пьет. Крестьяне рассмеялись и рассказали барину, Каков бужик Яким. Яким старик убогонький, Живал когда-то в Питере, да угодил в тюрьму. С купцом тягаться вздумалось, Как липочка ободранный, Вернулся он на родину и за Саху взялся. С сих пор лет тридцать жарится, На полосе под солнышком, Под бараной спасается от частого дождя. Живет с Сахой и увозится, А смерть придет Якимушке, Как ком земли отвалится, Что на Сахе присох. С ним случай был. Картиночек он сыну накупил, Развешал их по стеночкам, И сам не меньше мальчика любил на них глядеть. Пришла немилость божия, Деревня загорелась, А было у Якимушки за целый век Докоплено целковых тридцать пять, Скорей бы взять целковые, А он сперва картиночки стал со стены срывать. Жена его тем временем с иконами возилась, А тут изба и рухнула. Так оплошал Яким. Слились комок целковики, За тот комок дают ему одиннадцать рублей. Ой, брат Яким, Недешево картинки обошлись, Зато и в избу новую повесил их небось. «Повесил, есть и новое», Сказал Яким и смолк. Вгляделся барень в пахаря, Грудь палая, как вдавленный живот, У глаз, у рта, Излученный, как трещины, На высохшей земле. А сам на землю матушку похож он, Шея бурая, Как плац сахой отрезанный, Кирпишное лицо, Рука, кора, древестая, А волосы песок. Крестьяне, как заметили, Что они обидны барину Акимовы слова, И сами согласились с Якимом. Слава верная, Нам подобает пить. Пьем, значит, силу чувствуем. Придет печаль великая, Как перестанем пить, Работа не свалила бы, Беда не одолела бы, Нас хамель не одолит. Не так ли? Да, Бог милостив. Ну, выпей с нами чарочку. Достали водки, Выпили. Якиму веретенников Два шкалика поднес. Ай, парень, не прогневался. Разумная головушка, Сказал ему Яким. Разумные те головушки, Как не понять крестьянина. А свиньи ходят по зиме, Не видят неба век. Вдруг песня хором грянула, Удалые согласные. Десятки-три молочков, Хмельненьки, А они валятся, Идут редком, Поют про Волгу, Матушку, Про удаль молодецкую, Про девичью красу. Притихла вся дороженька, Одна-то песня складная, Широко, Вольно катится, Как рожь под ветром стелется, По сердцу, По-крестьянскому, Идет огнем, Тоской. Под песню ту удалую, Раздумалась, Расплакалась, Молодушка одна. Мой век, Что день без солнышка, Мой век, Что ночь без месяца, А я, Млада-младешенька, Что борзый конь на привязи, Что ласточкой без крыл. Мой старый муж, Ревнивый муж, Напился пьян, Храпом храпит, Меня, Младу-младешеньку, И сонный сторожит. Так плакалась, Молодушка, До свозу вдруг Испрыгнула. Куда? Кричит ревнивый муж, Привстал и бабу за косу, Как редьку за вихор. Ой, Ночка, Ночка пьяная, Не светлая, А звездная, Не жаркая, А сласково Весенним ветерком. И нашим добрым молодцам Ты даром не прошла, Сгрустнулась им по женушкам, Оно и правда, Женушкой теперь бы веселей. Иван кричит, Я спать хочу, А Марьюшка, И я с тобой. Иван кричит, Постелюска, И Марьюшка, Уляжемся. Иван кричит, Ой, холодно, А Марьюшка, Угреемся. Как вспомнили ту песенку, Без слова согласились И ларец свой Попытать. Одна, Зачем бог ведать, Меж полем и дорогою Густая липа выросла. Под ней присели странники И осторожно молвили, Эй, Искатерть самовратная, Побойчи мужиков. Искатерть развернулась, Откуда вы не взялися, Две дюжи руки, Ведро вина поставили, Горой наклали хлебушка И спрятались опять. Крестьяне подкрепились, Роман за караульного Остался у ведра, А прочие вмешались В толпу искать счастливого. Им крепко захотелось Скорей попасть домой. Глава четвертая. Счастливые. В толпе горластой праздничной Покаживали странники, Прокликивали клич. Эй, нет ли где счастливого? Явись! Коли окажется, Что счастлив живешь, У нас ведро готовое. Пей даром, сколько вздумаешь, На славу угостим. Таким речам неслыханным Смеялись люди трезвые, А пьяные да умные Чуть не плевали в бороду Ретивым крикунам. Однако и охотников Хлебнуть вина бесплатного Достаточно нашлось. Когда вернулись странники, Под липу, Клич прокликавший, Их обступил народ. Пришел дичок, Уволенный, Тащой, как спичка серная, И лясы распустил, Что счастье Ни в пажицах, Ни в соболях, Ни в золоте, Ни в дорогих камнях. А в чем же? В благодушестве. Пределы есть владением Господ, вельмож, Царей земных, А мудрого владения Весь ветроград Христов. Коль обогреет солнышко, Да пропущу косушечку, Так вот и счастлив я. А где возьмешь косушечку? Да вы же дать сулились, Проваливай, шалишь. Пришла старуха старая, Ребая, одноглазая, И объявила, кланясь, Что счастлива она, Что у нее по осени Родилась реп до тысячи На небольшой гряде. Такая репа крупная, Такая репа вкусная, А вся гряда, Сыженит три, А в поперечь оршин. Над бабой посмеялись, И водки капли не дали. Ты и дома выпей, старая, То и репой закуси. Пришел солдат с медалями, Чуть жив, А выпить хочется. Я счастлив, Говорит. Ну, открывай, Старинушка, В чем счастье солдатское? Да не таись, Смотри. А в том, Во-первых, Счастье, Что в двадцати сражениях Я был, А не убит. А во-вторых, Вождей того, Я и во время мирное Ходил, Ни сыт, Ни голоден, А смерти не дался. А в-третьих, За провинности, Великий и малый, Нещадно бит, Не палками, А хоть пощупай, Жив. На, Выпивай, Служевенький, С тобой спорить нечего, Ты счастлив, Слова нет. Пришел с тяжелым молотом Каменотес Аланчанин, Плечистый, Молодой. Я, Я живу, Не жалуюсь, Сказал он, Женкой с матушкой, Не знаем мы нужды. Да в чем же Ваше счастье? А вот гляди, И молотом, Как перышком махнул, Коли проснусь до солнышка, Да разогнусь, А полночи Так горы сокрушу. Случалось, Не похвастаю, Чебенки наколачивать В день напить серебром. Паком приподнял счастье И крякнувший порядочно Работнику поднес. Но, Яска, А не будет ли носиться С этим счастьем Под старость тяжело? Ах, Смотри, И хвасты силою, Сказал мужик С одышкою. Расслабленный, Худой, Нос острый, Как у мертвого, Как крабль, Руки тощие, Как спицы, Ноги длинные, Не человек, Комар. А я был Не хуже камящих, Да тоже Хвастал силою. Вот Бог И наказал. Смекнул подрядчик Бестия, Что Простоват Детенушка, Учал меня Хвалить, А я-то Сдуру радуюсь, За четверых Работаю. Однажды Ношу добрую Наклал я Кирпичей, А тут Его проклятого И нанеси Нелегкая. Что это, Говорит, Не узнаю я Трифона. Идти с такой Ношую Не стыдно Молодцу. А клемало Кажется, Прибавь рукой Хозяйскую, Сказал я Отердять. Ну, С полчаса, Я думаю, Я ждал, А он Подкладывал И подложил Подлец. Сам слышу, Тяга страшная, Да не хотелось Пятиться И внес Туношу Чертова. Я во второй Этаж. Глядит Подрядчик, Дивится, Кричит Подлец Оттуда Ай, Молодец, Трофим, Не знаешь Сам, Что сделал Ты, Ты снес Один По крайности Четырнадцать Подов. Ой, Знаю, Сердце Молотом Стучит В груди, Кровавые В глазах Круги Стоят, Спина Как будто Треснула, Дрожит, Дрожат, Ослабли Ноженьки, Зачах Я с той Поры, Да лей, Брат, Полстаканчика, Налить? Да где Ж тут Счастье? Мы Подчим Счастливого, А ты Что Рассказал? Да Слушай, Будет Счастье, Да в чем Ж Говори, А вот В чем, Мне на родине Как всякому крестьянину Хотелось умереть Из Питера Расслабленной Шальной Почти Без памяти Я на машину Сел Ну вот Мы и поехали В вагоне Лихорадочных Горячных Работников Нас много Набралось Всем одного Желалось Как мне Попасть на родину Чтоб дома Помереть Однако Нужно Счастье И тут Мы летом Ехали В жарищем В духоте У многих Помутилось Конец Больные Головы В вагоне Ад пошел Тот Стонет Тот Катается Как оглашенный По полу Тот Бредит Женкой Матушкой Но на ближайшей Станции Такого И долой Глядел я На товарищей Сам Весь Горел Подумывал Не сдобровать И мне В глазах Кружки Вагровы И все Мне Братец Чудится Что режу Пионов Мы Тоже Пионятники Случалось Год Откармливать До тысячи Зобов Где Вспомнились Проклятые Уж я Молиться Пробовал Нет Все С ума Не идут Поверишь Ли Вся партия Передо мной Трепещется Горта Не перерезаны Кровь Хлечет А поют А я С ножом Да полно Вам Уж Как Господь Помиловал Что я Не закричал Сижу Креплюсь По счастью День Кончился А к вечеру Похолодало Жалился Над Сиротами Бог Ну Так Мы И доехали И я Добрел На родину А здесь По божьей Милости И легше Стало Мне Чего Вы тут Расхвастались Своим Можецком Счастьем Кричит Разбитый На ноги Дворовый Человек А вы Меня Попочуете Я Счастлив Видит Бог У первого Боярина У князя Переметива Я был любимый раб Жена Раба Любимая А дочка Вместе с барышней Училась И французскому И всяким языкам Садиться Позволялось Ей В присутствии Княжны Ой Как кольнула Батюшки И начал Ногу правую Ладонями тереть Крестьяне Рассмеялись Чего Смеетесь Глупая А злившись Неожиданно Дворовый Закричал Я болен А сказать Ли вам О чем Молюсь Я Господу Вставая И ложась Молюсь Оставь мне Господи Болезнь мою Почетную По ней Я дворедин Ни вашей Подлой Хворостью Ни хрипотой Ни грыжею Болезнью Благородною Какая Только водится У первых Лиц В империи Я болен Мужичье Подагрой Именуется Чтоб Получить Ее Шампанское Барлонское Такайское Венгерское Лет Тридцать Надо Пить За стулом У светлейшего Князя Переметива Я сорок Лет стоял С французским Лучшим Трюфелем Тарелки Я лизал Напитки Иностранные Из рюбок Допивал Ну Наливай Проваливай У нас Вино Мужицкое Простое Незаморское Не по твоим Гобам Желтоволосы Сгорбленные Трюфелем Оживо Желтоволосы Ну Будет Трюфелем Трюфелем Иностранные Трюфелем Купец Трюфелем В городе День базарный Трюфелем Трюфелем Иностранные Трюфелем Как ветром Полу Левую Заворотило Вдруг Крестьянство Раскошелилось Несут Ермилу Дедушки Дают Кто чем Богат Ермила Парень Грамотный Да некогда Записывать Успей Пересчитать Наклали Шаляпу Полную Целковиков Лобанчиков Прожженный Питый Трепанный Крестьянской Ассигнацией Ермила Брал Не брезговал И медный Пятаком И еще Стал он Брезговать Когда тут Попадалась Иная Гривна Медная Дороже Ста Рублей Уж Сумма Вся Исполнилась А щедрота Народная Росла Бери Ермил Ильич Отдашь Не пропадет Ермил Народу Кланялся На все Четыре Стороны В палатку Шел Со шляпою Зажавши В ней Казну Сдивились Все подьячи Позеленел Алтынников В ту пору Дело Делалось В горячке В торопях Однако Споров Не было И выдать Гроша Лишнего Ермилу Не пришлось Еще Он сам Рассказывал Рубль лишний Чей бог ведает Остался у него Весь день С мощной Раскрытый Ходил Ермил Допытывал Чей рубль Да не нашел Уж Солнце Закатилось Когда с базарной Площади Ермил Последний Тронулся Отдав тот Рубль Слепым Так вот Каков Ермил Чуден Сказали Странники Однако Знать желательно Каким же Колдовством Мужик Над всей Округую Такую силу Взял Не колдовством А правдою Слыхали Про Одовщину Юлова Князя Вотчину Слыхали Ну так Что ж В ней Главный Управляющий Был Корпус Жандармского Полковника Со звездой При нем Пять-шесть Помощников А наш Ермила Писарем В конторе Состоял Лет И выгнали Жалели Крепко Герина Трудненько Было К новому Хапуги Привыкать Однако Делать Нечего По времени Приладились И к новому Писцу Тот Ни строки Бестрешника Ни слова Бессимишника Прожженный Из скутейников Ему 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 и бог Велел Однако Волей Божией Недолго Он Поцарствовал Скончался Старый Князь Приехал Князь Молоденький Прогнал Того Полковника Прогнал Его Помощника Контору Всю Прогнал А нам Велел Из отчины Бурмистры Забрать Но Мы Недолго Думали Шесть тысяч Душ Сей отчины Кричем Ермилу Гирина Как Человек Един Зовут Ермилу Гварину Поговорив С крестьянином С балкона Князь Кричит Но Братцы Будь по-вашему Моей печатью Княжеской Ваш выбор Утвержден Мужик Проворный Грамотный Одно Скажу Не молод Ли А мы Ножды Нет Батюшка И молод Да умен Пошел Ермила Царствовать Над всей Княжою Отчиной И царствовал Уже он Семь лет Мирской Копеечки Под ноготь Не зажал Семь лет Не тронул Правого Не попустил Виновному Душой Не покривил Стой Крикнул Укорительно Какой-то Попик Седеньки Рассказочку Гришиш Шла Барана Прямехонько Да вдруг Махнула В сторону На камень Зуб Попал Кли взялся Рассказывать Так слово Не выкидывай Из песни Или странникам Ты сказку Говоришь Я знал Ермилу Гирина А я Небось Не знал Одной Мы были Брата старосты Забрить бы не велел Одна Ненила Власева По сыне горько плачет Кричит, не наш черед Известно покричала бы Да с тем бы и отъехала Так что же Сам Ермил, покончивший с рекрученной Стал тосковать, печалиться Не пьет, не ест Тем кончилось, что в деннике с веревкою Застал его отец Тут сын отцу покаялся С тех пор, как сына Власевны Поставил я не в очередь Постыл мне белый свет А сам к веревке тянется Пытали уговаривать Отец его и брат Он все одно преступник Я злодей Вяжите руки мне Ведите в суд меня Чтоб хуже не случилось Отец связал сердечного, приставил караул Сошелся мир, шумит Галдит, такого дела чудного Вовек не приходилось Не видеть, не решать Ермиловы семейные Уж не о том старались Чтоб мы им померволили А строже рассуди Верни парнишку Властеву не Не то Ермил повесится За ним не углядишь Пришел и сам Ермил Ильич Босой, худой С колодками, с веревкой на руках Пришел, сказал Была пора, судил я вас по совести Теперь я сам грешнее вас Судите вы меня И в ноги поклонился нам Не дать, не взять Еродивый Стоит, вздыхает, крестится В Ласевне Часть мира на вино Однако После этого Ермил Не скоро справился Сгод как шальной ходил Как не просила Вотчина От должности Уволился В аренду снял Ту мельницу И стал он Пуще прежде Во всему Народу Люп Брал Запомол По совести Народу Не задерживал Приказчик Управляющий Богатые помещики И мужики Беднейшие Все очереди Слушались Порядок Строгий Вел Я сам Уж в той губернии Давненьки не бывал А про Ермил Услыхивал Народ Им не похвалится Сходите вы К нему Набрасну И проходите Сказал Уж раз Заспорившийся До волос И поп Не знал Ермил Гирина Попал Я в ту губернию Назад Тому Лет пять Я в жизни Много Странствовал Преосвященный Наш Переводить Священников Любил Сир Билы И Гирином Соседи Были мы Да Был Ужик Единственный Имел он Все Что Надобно Для счастья И спокойствия И деньги И почет Почет Завитный Истинный И купленный Ни деньгами Ни страхом Строгой Правдою Умом И добротой Да только Повторяю вам Напрасно Вы проходите Во строге Он сидит Как так А воля божия Слыхал ли кто из вас Как бунтовалась Вотчина Помещика Обрукова Испуганной Губернии Уезда Недыханнего Деревня Столбники Как о пожарных Пишутся В газетах Я их читывал Осталась Неизвестная Его причина Так и тут До сей поры Неведомо Ни земскому Исправнику Ни высшему Правительству Ни столбникам Самим С чего Стряслась Аказия А вышло Дело Дрянь Потребовалось Воинство Сам государев Посланный К народу Речь держал То Руганью Попробует И плечи С ипполетами Подымет Высоко То Ласкою Попробует И грудь С крестами Царскими Во все четыре Стороны Повертывать Начнет Да бронь Была тут Лишняя А ласка Непонятная Крестьянство Православное Русь Матушка Царь Батюшка И больше Ничего Побившись Так достаточно Хотели Уж солдатикам Скомандовать Поли Да Волосному Писарю Пришла Тут Быть Счастливая Он про Ермилу Гирина Начальнику Сказал Народ Поверит Гирину Народ Его Послушает А звать Не оживей Вдруг Крик Ай-яй Помилуйте Раздавшись Неожиданно Нарушил Речь Священника Все бросились Глядеть У валика Дорожного Секут Лакея Пьяного Попался В воровстве Где пойман Тут и суд Ему Судей Сошлось Десятка Три Решили Дать По Лозочке И каждый Дал Лозу Лакей Вскочил И шлепая Худыми Сапожнишками Без слова Тягу Дал Ишь Побежал Как стрепаны Шутили Наши Странники Узнавший В нем Балясника Что хвастался Какой-то Особенной Болезнью От Иностранных Вин Откуда Противилась Болезнь Болезнь Благородную Вдруг Сняла Как рукой Эй Куда Шли Батюшка Ты Даскажи Историю Как Бунтовалась Вотчина Помещика Обрубкова Деревня Столбники Пора Домой Редимая Бог Даст Опять Мы Встретимся Тогда И Даскажу Под утро Поразъехалась Поразбрелась Толпа Крестьяне Спать Додумали Вдруг Тройка С колокольчиком Откуда Не взялась Летит А в ней Качается Какой-то Барень Кругленький Усатенький Пузатенький С сигарочкой Во рту Крестьяне Разом Бросились К дороге Сняли Шапочки И Низенько Поклонились Повыстроились В ряд И тройки С колокольчиком Загородили Глава Пятая Помещик Соседнего Помещика Гаврилу Афанасьича Аболта Аболдуева Та троечка Везла Помещик Был Румяненький Оцанистый Присадистый Шестидесяти Лет Усы Седые Длинные Ухватки Молодецкие Венгерка С бранденбурами Широкие Штаны Гаврила Афанасьевич Должно быть Перетрусился Увидев Перетройкою Семь Рослых Мужиков Он Пистолетик Выхватил Как сам Такой же Толстенький И дуло Шестиствольное На странников Довел Несеместно Если Пронесетесь Разбойники Грабители На месте Уложу Крестьяне Рассмеялись Какие Мы Разбойники Гляди У нас Ни ножика Ни топоров Ни бил Кто Ж Вы Чего Вам Надо У нас Забота Есть Такая Лизаводушка Что Из домов Повыжила С работы Раздружила Нас Отбила От еды Ты Дай нам Слово Крепкое На нашу Речь Мужицкую Без смеху И без хитрости По правде И по разуму Как должен Отмечать Тогда Свою Заботушку Поведуем Тебе Извольте Слово Честное Дворянское Даю Нет Ты Нам Не дворянское Дай Слово Христианское Дворянское С побранкою С толчком Да С зуботычиной То непригодно Нам Эгэ Какие новости А впрочем Будь по-вашему Ну В чем же Ваша речь Спрячь пистолетик Выслушай Вот так Мы не грабители Мы Мужики Смиренные Из временно Обязанных Подтянутой Губернии Уезда Терпигорьево Пустопорожные Болости Из разных Деревень Заплатова Дырявина Разутова Знабишина Горелого Неелого Неурожайка Тож Идя путем Дорогою Сошлись Мы Не взначай Сошлись Мы И заспорили Кому Живется Счастливо Вольготно На Руси Роман Роман Сказал Помещику Демьян Сказал Чиновнику Лука Сказал Попу Купчиде Толстопозубу Сказали Братья Губины Иван И Митродор Пахом Сказал Светлейшему Вельможному Боярину Министру Государеву Апров Сказал Царю Мужик Что бык Втемяшится В башку Какая блажь Коломию Оттуда Не выбьешь Как не спорили Не согласились Мы Позборивши Повздорили Повздоривши Подрались Подравшися Удумали Не расходиться Врось В домишке Не ворочаться Не видеться Ни с женами Ни с малыми Ребятами Ни со стариками Старыми Покуда Спору нашему Решение Не найдем Покуда Не доведуем Как не наесть Доподлинно Кому Жить Любо Весело Вольготно На Руси Скажишь Ты нам По-божески Сладка ли Жизнь Помещичья Ты Как Вольготно Счастливо Помещичек Живешь Гаврила Афанасьевич Из Сарантаса Выпрыгнул К крестьянам Подошел Как лекарь Руку каждому Пощупал В улице Глянул им Схватился За бока И Покатился С оспеху Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха «Прошу садиться, граждане!» Крестьяне поупрямились, однако делать нечего, уселись на балу. «И мне присесть позволите?» «Эй, дорожка, рюмку Хересу, подушку и ковер!» Расположась на коврике и, выпив рюмку Хересу, помещик дачил так. «Я дал вам слово честное, ответ держать по совести. А нелегко оно. Хоть люди вы почтенные, однако не ученые. Как с вами говорить? Сперва понять вам надо, что значит слово самое. Помещик-говоренин. Скажите вы, любезные, о родословном дереве слыхали что-нибудь? Леса нам не заказаны, видали древо всякое, сказали мужики. «Попали пальцы в небо вы. Расскажу вам вразумительнее. Я о роду именитого. Мой предок Балдуев впервые поминается в старинных русских грамотах два века с половиной назад тому. Голосит та грамота. Татарину Аболту Аболту Аболдуеву дано суконце доброе ценою в два рубля. Волками и лисицами он тешил государыню, в день царских именин спускал медведя дикого своим, и Аболдуева медведь тот ободрал». «Ну, поняли, любезные?» «Как не понять, с медведями немало их шатается, прохвостов и теперь». «Вы все свое, любезные. Молчать уже лучше сложите, к чему я речь веду. Аболдуй, потешивший зверями государыню, был корень роду нашему, а было то, как сказано, за лишь ко мне десять лет. Прапрадед мой по матери был и того древней. Князь Щепин с Васькой Гусевым, гласит другая грамота, пытал поджечь Москву, казну пограбить с Дуболи, да их казнили смертью. А было то, любезные, без балла триста лет. «Так вот, оно откуда вы, то дерево дворянское идет, друзья мои». «А ты примерно яблочко с того выходишь дерево?» «Сказали мужики». «Ну, яблочко так яблочко. Согласен. Благо, поняли, вы дел на колец». «Теперь вы сами знаете, чем дерево дворянское древней, тем имените почетней дворянин». «Не так ли, благодетели?» «Так, так», отвечали странники. «Кость белая, кость черная, и поглядеть, так разные им, разный почет». «Ну, вижу, вижу, поняли». «Так вот, друзья, и жили мы, как у Христа, за пазухой, и знали мы почет. Не только люди русские, сама природа русская покорствовала нам. Бывало ты в окружности один, как солнце на небе, твои деревни скромные, твои леса дремучи, твои поля кругом. Пойдешь ли деревенькою, крестьяне в ноги валятся, пойдешь ли с ними дачами, столетними деревьями, поклонится лесам. Пойдешь ли пашней, нивою, вся нива с белым колосом к ногам господским стелется, ласкает слух и взор. Там рыба в речке плещется, и ширей да в ребеди, там заяца лугом крадется, гуляй, гуляй до осени. И все веселила барина, любовно травка каждая шептала «Я твоя». Краса и гордость русская обелели цейки божьи по горкам, по холмам, и с ними в славе спорили дворянские дома, дома с оранжереями, с китайскими беседками и с аглицкими парками. На каждом флаг играл, играл, манил приветливо, гостеприимство русское и ласку обещал. Французу не привидится во сне, какие праздники, ни день, ни два, по месяцу мы задавали тут свои индейки жирные, свои наливки сочные, свои актеры, музыка, прислуга, целый полк. Пять споваров до пекаря, двух кузнецов, обойщика, семнадцать музыкантиков и двадцать два охотника держал я. «Боже мой!» Помещик закрученился, упал лицом в подушечку, потом привстал, поправился. «Эй, Борошка!» закричал. Лакей по слову Барскому принес кувшинчик с водкою. Гаврил Афанасьевич, откушив, продолжал. «Бывало осень позднюю, леса твои, Русь-матушка, одушевляли громкие охотничьи рога. Унылые, поблекшие, леса полураздетые, жить начинали вновь, стояли по опушечкам, борзовщики-разбойники, стоял помещик сам, а там в лесу выжилятники, ревели сорвиголовы, варили варом гончии. «Чу-у-у!» подзывает рог. «Чу-у-у!» стая воет, сгрудилась, не как по зверю красному погнали. «У-лю-лю!» лисица черно-бурая, пушистая, матерая, летит хвостом метет. Присели, притаились, дрожа всем телом, рьяные догадливые псы. «Пожалуй, гостя жданная, поближе к нам, молодчикам, подальше от кустов, пора!» «Ну-ну!» «Не выдай конь, не выдайте собаченьки!» «Эй, у-лю-лю!» «Радибая!» «Эй, у-лю-лю!» «Ату!» Гаврила Афанасьевич, скачив с ковра персидского, махал рукой, подпрыгивал, кричал. Ему мерещилось, что травит он лису. Крестьяне молча слушали, глядели, любовались, посмеивались вуз. «Ай, ты охота псовая!» «Забудут все помещики, но ты, исконно русская потека, не забудешься ни во веки веков, ни о тебе печалимся. Нам жаль, что ты, Русь-матушка, с охотой утратила свой рыцарский, воинственный, величественный вид. Бывало, нас по осени до полусотни съедется в отъезжие поля. У каждого помещика сто гонщик, в напуску у каждого подюжили борзовщиков верхом, при каждом с кашеварами, с провизией обоз, как с песнями, да с музыкой мы двинемся вперед, да что кавалерийская дивизия твоя? Летело время соколом, дышала грудь помещича свободно и легко. Во времена боярские в порядке древнерусские переносился дух. Ни в ком противоречия, кого хочу помилую, кого хочу казню. Закон, мое желание, кулак, моя полиция, удар искрецепительный, удар зубодробительный, удар скуловорот. Вдруг, как струна порвалась, осеклась речь помещича, потупился, нахмурился. Эй, прошка! закричал, глотнул и мягким голосом сказал. Вы сами знаете, нельзя же и без строгости. Но я карал, любя. Порвалась цепь великая, теперь не бьем крестьянина, зато уж и отечески не милуем его. Да, был я строг, по времени, а, впрочем, больше ласкою я привлекал сердцам. Я воскресенье светлая, со всей своей вотчиной христосовался сам. А бывало, накрывается в гостиный стол огромнейший, на нем и яйца красные, и пасха, и кулич. Моя супруга, бабушка, сынишки, даже барышни не брезгую целуются с последним мужиком. Христос воскрес, воистину, крестьяне разговляются, пьют врагу и вино. Пред каждым почитаемым двунадесятым праздником в моих парадных горницах поп всенощну служил. Их той домашней всенощной крестьяне допускались, молись, хоть лоб разбей. Страдало обоняние, сбивали после вотчины баб отпывать полы, да чистота духовной тем самым сберегалось духовное родство. Не так ли, благодетели? Так, отвечали странники, а про себя подумали, колом сбивал их, что ли ты, молиться в барский дом? Зато, скажу нехвастая, любил меня мужик. В моей сорминской вотчине крестьяне, все подрядчики, бывало дома скучно им, все на чужую сторону отпросятся с весны. Ждешь, не дождешься осени. Жена, детишки, малые, и те, гадают, ссорятся, какого им гостиничку крестьяне принесут. И точно. Поверх барщины холста яиц и живности всего, что на помещика сбиралось искренне, гостиницы добровольные крестьяне нам несли. И с киевы с вареньями, и застраканье с рыбою, а тот, кто подостаточней, из шелковой батерии, глядь, чемокнул руку барыни, и сверток подает. Детям игрушки, лакомства, а мне, седому бражнику, из Питера вина. Толк выстали разбойники, небось, не к кривоногому к французу забежит. Тут с ними разгуляешься, по-братски побеседуешь, а жена рукой собственные подчарки им нальет. А детки тут же малые посасывают прядечки, дослушают досужие рассказы мужиков про трудные их промыслы, про чужедальные стороны, про Петербург, про Астрахань, про Киев, про Казань. Так вот, как благодетели, я жил с моей отчиной, не правда ли хорошо? Да, было вам помещиков житье, куда завидное, не надо убирать. И все прошло, все минуло. Покороны звон. 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 Что шаг ты поражен, кладби ищем вдруг повеяло. Ну, значит, приближаемся к усадьбе. Боже мой, разобран по кирпичику красивый дом помещичей и аккуратно сложенный в колонны кирпичи. Обширный сад помещичей столетиями взлелейный под топором крестьянина. Весь лег, мужик любуется, как ему много вышло дров. Черства душа крестьянина, подумает ли он, что дуб сейчас им сваленный мой дед рукой собственный когда-то насадил? Что вон под той рябидою резвились наши дедушки и Ганечки и Верочки, а ухались со мной? Что тут под этой липою жена моя призналась мне, что тяжела она Гаврюшей нашим первенцам и спрятала на грудь в бою, как вишня, покрасневшее прелестное лицо? Ему была бы выгода роднёханик помещичей усадьбы изводить. В деревне ехать совестно, мужик сидит, не двинется, не гордость благородную, желчь чувствуешь в груди. В лесу не рок охотничий, звучит топор разбойничий, шалят, а что поделаешь, кем лес убережёшь? Поля недоработаны, посевы недосеяны, порядку нет следа. О, матушка, родина, не о себе печалимся, тебя, родная, жаль. Ты, как вдова печальная, стоишь с косой распущенной, с неубранным лицом. Усадьбы переводятся, взамен их расположаются пятейные дома. Паят народ распущенной, зовут на службы земские, сажают, учат грамоте. Нужна ему она. Да всей тебе, Русь-матушка, как клей бы на преступники, как на коне-то в род два слова нацарапанный, на вынос и распивочно. Чтоб их читать, крестьянина мудрёной русской грамоте не стоит обучать. А нам земля осталась. Ой, ты, земля-помещище, ты нам не мать, а мачеха теперь. А кто велел, кричат писаки праздные, так вымогать, насиловать кормилицу свою? А я скажу, а кто же ждал? Ох, эти проповедники, кричат, довольно барствовать, проснись, помещик заспанный, вставай, учись, трудись. Трудись! Кому вы вздумали читать такую проповедь? Я не крестьянин-лапотник, я, Боже, милостью, российский дворедин. Россия не немечена, нам чувство деликатное, нам гордость внушена. Сословья благородные у нас труду не учатся, у нас чиновник плохонький, и тот полов не выбитит, не станет печь топить. Скажу я вам, не хвастая, живу почти без выезда, в деревне сорок лет, а от ржаного колоса не отличу ячменного, а мне поют. Трудись! А если действительно свой долг, мы ложь напоняли, и наше назначение не в том, чтобы имя древнее, достоинство дворянское, поддерживать охотою, перами всякой роскошью и жить чужим трудом, так и надо было ранее сказать, чему учился я, что увидел я вокруг. Коптил я небо Божие, носил ливрею царскую, сорил казну народную и думал век так жить. И вдруг... Владыхка праведный! Помещик зарыдал. Крестьяне добродушные, чуть тоже не заплакали, подумав про себя. Порвалась цель великая, порвалась, а раскачилась одним концом по барину, другим по мужику. У... Продолжение следует... Продолжение следует...